Самый жаростойкий, самый опасный. Бриллиант размером 1 карат, стоимость у него 600 тысяч рублей. Лабораторный бриллиант в таком же размере у нас стоит 250 тысяч рублей. Мусанит стоит в районе 50 тысяч и фианит стоит 200 рублей. Это наш. Бриллиант это самый часто подделываемый драгоценный камень. И поэтому сегодня для вас мы подготовили 6 разных вариантов, как отличить бриллиант от синтетических подделок. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что мы газовой горелкой будем нагревать бриллиант стоимостью 600 тысяч рублей до 500 градусов по Цельсию. Сегодня в нашем эксперименте будут участвовать 4 различных экземпляра. Первый натуральный бриллиант. Второй лабораторный бриллиант. Третий мусанит, это синтетический заменитель. И четвертый это фианит, самый дешевый аналог бриллианта. Легенда номер один. Если на белом листке нарисовать точку и перевернуть бриллиант вниз площадкой, то, судя по легенде из интернета, мы не должны увидеть точку. А остальные синтетические аналоги должны просвечивать. Давайте проверять. И как вы можете наблюдать из данного эксперимента, у нас бриллиант не просвечивает, лабораторный бриллиант тоже не просвечивает, мусанит тоже не просвечивает и просвечивает только фианит. Легенда номер два. В интернете диванные эксперты утверждают, что если бриллиант с хорошими характеристиками окунуть в воду, он станет невидимым. Давайте проверять. Как мы видим из эксперимента, данная легенда действительно остается легендой. И никакой смысловой нагрузки она не несет. Все четыре экземпляра видно в воде. Диванные эксперты остались экспертами на своем диване. Если вас тоже бесит такие эксперты, ставьте лайк по этим видео. Легенда номер три. И звучит она следующим образом. Если до бриллианта прикоснуться или провести пальцем, то он станет более мутным, потому что в нем останется подкожный жир. А на его аналогах, судя по легенде, такого произойти не должно. Давайте проверять. Как мы можем наблюдать из эксперимента, данный миф не подтвержден. Отпечатки пальцев и подкожный жир остаются на каждом из четырех экземпляров. Миф номер четыре. И он связан с запотеванием. Судя по информации из интернета, если подышать на синтетические аналоги бриллианта, они должны запотеть. А натуральный бриллиант потеть не должен. Давайте проверять. После успешного эксперимента мы выяснили, что фианит потеет, мусанит потеет, натуральный бриллиант не потеет и лабораторный бриллиант тоже не потеет. А потеешь ли ты? Напиши в комментариях. А если серьезно, то таким кустарным способом действительно можно проверить, какая вставка стоит в вашем ювелирном украшении. Поэтому ждем ваши комментарии с проверкой подлинности. Миф номер пять. Бриллиант режет стекло. Судя по информации из интернета, бриллиант может порезать стекло, а его синтетические аналоги не должны справиться с этой задачей. Так это или нет, сейчас проверим. Мы завершили еще один тест и делаем вывод, что натуральный бриллиант действительно царапает стекло, лабораторный бриллиант тоже царапает стекло, и мусанит, одна из самых дешевых синтетических его подделок, тоже царапает стекло. Единственный камень, который не справился с этой задачей, это фиолетовый. Поэтому приобретайте бриллианты с сертификатами GIA. На них присутствует серийный номер, который также дублируется на сам бриллиант лазерной гравировкой. В нашем ателье каждый бриллиант от 0,3 карат идет с данным международным сертификатом. И для подписчиков нашего YouTube канала мы приготовили подарок. При покупке бриллианта от 1 карата в нашем ювелирном ателье разработка эксклюзивного украшения в подарок. Ссылка на наш сайт будет в описании под этим роликом. И у нас остался самый последний, самый жаростойкий и опасный миф. И он гласит о том, что если нагреть аналоги бриллиантов до красна, они должны испортиться, а бриллианту ничего не будет. Давайте проверять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И как мы можем наблюдать из нашего самого поставки? Что фианит никак не пострадал. Мусанит немножко поменял цвет и пожелтел. Бриллиант и его лабораторный брат тоже никак абсолютно не пострадал. Хочу подметить, что каждый из шести мифов является довольно кустарным. И полагаться на 100% подлинности данных экспериментов нельзя. Только настоящий профессионал, либо гемолог, либо ювелир сможет определить подлинность бриллианта со специальным оборудованием. Но никак это невозможно сделать такими кустарными методами. И уж тем более не советую нагревать ваше серебряное или золотое украшение до красна, так как оно быстрее расплавится, чем любая вставка, которая там возможна. Если хотите увидеть больше мифов, связанных с ювелирными украшениями, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить наши новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok